Привет всем любителям техники! Сегодняшнее видео про то, как запрограммировать родной пульт от Android приставки. Показывать буду на примере приставки TOX1. Вот такие родные пульты идут в комплекте и они, если вы не знаете, программируются. Это значит, что вот эти кнопки, которые находятся в очерченной белой линии зоны, можно запрограммировать. Для чего это нужно? Это пульт от приставки. Мы можем включать приставку, выключать. А вот, чтобы управлять телевизором, нужен наш отдельный пульт. И чтобы не было у нас два пульта, это неудобно, мы некоторые кнопки программируем сюда. Чтобы войти в режим программирования, мы зажимаем вот эту кнопочку, удерживаем ее в течение 5 секунд и ждем, пока полностью перестанет мигать светодиод. Это перешел пульт в режим программирования. Пульты располагаем друг напротив друга и нажимаем кнопку, которую нужно запрограммировать. Нажимаем кнопку Volume Plus. Видим мигает светодиод, это значит, он перешел в режим программирования, готов принять сигнал. И на нашем пульте телевизора нажимаем тоже один раз кнопку увеличения громкости. Видели светодиод, моргнул три раза, это значит, кнопка запрограммировалась. Надо кнопку Volume Minus запрограммировать. Жмем здесь ее, жмем на пульте, с которого должны получать сигнал, кнопка тоже запрограммировалась. В общем, все эти кнопочки можно запрограммировать и еще можно запрограммировать вот эту пятую кнопку включения. Она тоже программируемая. Нажимаем и соответствующую кнопку здесь нажимаем. Если моргает не три раза, а пять, это значит, кнопка не запрограммировалась. После того, как вы провели программирование, для выхода из этого режима нужно нажать любую кнопку за пределами этой очерченной белой линии зоны. Любую кнопку нажимаем и пульт выходит из режима программирования. Теперь мы можем управлять и телевизором, и нашей Android приставкой только с помощью этого пульта. Друзья, надеюсь, мое видео было полезным для вас. Если что-то не получается, пишите в комментариях, будем разбираться. До новых видео. Пока.